Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы, которые выходят каждую неделю. Сегодня предлагаю вместе со мной связать интерьерный ковер из жутового шпагата и каната. Для вязания понадобится канат 8 мм, расход 15 м, также понадобится жутовый шпагат, у меня шпагат 3 мм и вязать буду в одну нить. Вы можете использовать нить 2 мм, но тогда вяжите в 2 нити, расход примерно 650 г. Слева ковер связан из жута 2 мм, в 2 нити, справа из жута 3 мм, в одну нить. Вязать буду крючком 4,5 мм. Делаем скользящую петлю. Провязываем воздушную петлю и провязываем еще 7 столбиков без накида. Итого у нас должно получиться 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Подтягиваем и соединяем. Вот эту нить я ввожу в работу. Захватываю ее таким образом и делаю соединение. Если разделить канат, он будет выглядеть вот таким образом. И нужно будет сделать следующее. Это будет самая длинная часть. Далее я отрезаю под углом второй. И еще отматываю. И на 5 см отрезаю третий тоже под углом. Эти части нам не понадобятся. И вот таким образом выглядит канат. Теперь мы будем его вплетать в наш ковер. Я беру самую длинную часть, прикладываю, зажимаю пальчиком и в первую косичку провязываю столбик. Сюда же провязываю второй. Следующая косичка я провязываю не за всю косичку, то есть вот так, а я беру только заднюю стенку. Можно провязывать и вот так. Ковер будет выглядеть следующим образом. Вот здесь я вставлю в картинку. Я уже вязала такой ковер. Этот ковер я хочу попробовать вязать за заднюю стенку. Поэтому я провязываю за заднюю стенку первый столбик и второй. У нас получилось 2 двойных столбика. В первом ряду мы провязывали 8 столбиков. В этом ряду у нас получится 16. В каждую косичку по 2 столбика. Продолжаем далее. Первый столбик. Второй столбик. Далее провязываем. Это получается четвертый и пятый. Подошел у меня второй отрезок каната. Придерживаю пальчиком и провязываю, держа канат. Шестой двойной столбик. Седьмой. И восьмой. Всего у нас получилось 16 столбиков. Я провяжу еще 5 двойных. То есть раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда ставлю маркер. И вяжу 5 двойных столбиков до маркера. Первый. Второй. Подходит третья часть каната. Придерживаем пальчиком. И провязываем столбики далее. Третий столбик. Четвертый. И пятый. Вот такая улитка у нас получается. Теперь маркер я снимаю и переставляю его вот сюда. Смотрим на нижний ряд. У нас здесь было провязано два столбика. В серединку между двумя столбиками мы провязываем один. Далее два столбика. Далее в серединку один. Два. И так чередуем до маркера. Один столбик. Два столбика. После каждого ряда разравниваем улитку, чтобы у нас в дальнейшем ровно ложился ковер. И следим за качеством провязывания петель. И это очень важно, чтобы наш ковер выглядел аккуратно. Дошли до маркера. Пока снимаем его. Далее смотрим. Вот здесь у нас двойная петля. В серединку мы провязываем один столбик. Далее после двойной. Далее после двойной по узору провязываем два столбика. Так. И здесь вешаем маркер. Далее по узору мы будем чередовать два одинарных, один двойной. Сюда один столбик, сюда один, а сюда два. И таким образом у нас по спирали будут идти двойные столбики. Далее. Один столбик, один столбик и сюда два. Продолжаем. Один столбик, один, два. И такое чередование продолжаем до маркера. Доходим до маркера. Снимаю его пока. И смотрю. Сюда я провязываю один столбик. Сюда один. И после двойного нижнего ряда я провязываю тоже два столбика. Так. И здесь вешаю маркер. Далее по узору у нас будет чередоваться три одинарных и один двойной. Сюда один, сюда один, сюда один. И после двойного нижнего ряда сюда провязываю два столбика. Один, один, один и два. Продолжаю чередовать. Один, один, один. Сюда провязываем два столбика. И такое чередование продолжаем до маркера. Доходим до маркера. Убираем его пока. Так. Закончили два. И у нас остается связать три одинарных. Один, два, три. И провязываем два столбика вместе. Ставим маркер вот сюда. Так. И продолжаем вязание. Теперь у нас будет чередоваться четыре одинарных и один двойной. первый, второй, третий столбик, четвертый и двойной. И так продолжаем вязать до маркера. Подходим к маркеру. У меня здесь провязано два столбика. Остается провязать четыре одинарных. Раз, два, три. Маркер убираю. Четыре. Внизу у нас идет двойной. После него здесь провязываю тоже двойной. Раз, два. Вот такой круг у нас получается. Таким узором можно вязать салфетку любого диаметра. Сегодня у нас мастер-класс по интерьерному ковру. Поэтому мы продолжаем вязание. Маркер я пока ставить не буду. И начинаем вязать следующий ряд. Этот ряд мы уже будем чередовать пять одинарных и один двойной. Начинаем. Один, два, три, четыре, пять. И провязываем два столбика вместе. И здесь поставим маркер. Я посчитала от начала ряда и до конца, до последней петли получилось шестьдесят шесть столбиков. Я провяжу еще один ряд и высчитаю на какое количество идет прибавление столбиков. Далее у нас идет чередование пять одинарных и один двойной. Дошли до маркера. Получается вот здесь двойной столбик. Раз, два, три, четыре, пять. Снимаю маркер. Провязываю шестой и двойной. Ставлю маркер и просчитываю количество столбиков. В этом ряду получилось семьдесят семь столбиков. То есть получается у нас в спирали одиннадцать прибавлений. Это двойные столбики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И каждый последующий ряд у нас будет увеличиваться на одиннадцать столбиков. В предыдущем у нас было шестьдесят шесть, в этом у нас семьдесят семь, в следующем будет восемьдесят восемь столбиков. Для узора нам необходимо будет сто восемьдесят столбиков. Я провяжу девять рядов, буду их отмечать и встретимся перед провязыванием десятого ряда. Мне остается провязать последний ряд. В последнем ряду мне необходимо сделать только четыре прибавки. Сейчас сто семьдесят шесть столбиков, а для узора необходимо, чтобы было сто восемьдесят. Поэтому прибавка у меня будет здесь, на противоположной стороне, здесь и здесь. Места прибавок я помечаю маркерами. От маркера до маркера я провязываю по одному столбику в каждую косичку. В косичку, помеченную маркером, провязываем два столбика. Дошли до маркера, убираем, провязываем два столбика и продолжаем так вязать до нашего первого маркера. Подходим до последнего маркера, завершаем ряд и завершаем вязать основу. Чтобы нам красиво сделать это завершение, мы повторим действие с канатом, которое мы делали в начале. Отрезаю примерно на уровне маркера канат. Лучше это сделать под углом. Далее отматываю примерно тоже пять сантиметров. Отрезаю следующие и третье. Вот так получается. И заканчиваем вязать наши столбики. Здесь везде мы делаем по одному столбику. В косичку, где у нас был маркер, мы провязываем два столбика. Провяжу еще несколько столбиков. В последнюю провязываю соединительную петлю. Мы завершили вязать основу. Вот такая основа у нас получилась. Если мы все правильно сделали, то по окружности у нас должно получиться 180 петель. Приступаем к вязанию ажурного узора. Далее ажурный узор мы будем вязать, захватывая всю косичку. Провязываем две воздушные петли. Накид. В следующую косичку провязываем столбик с накидом. И в следующую еще один столбик с накидом. Далее провязываем пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. Пропускаем три косички. Раз, два, три. И в четвертую провязываем столбик без накида. Снова делаем пять воздушных петель. Два, три, четыре, пять. Пропускаем три косички. И в четвертую провязываем столбик с накидом. И еще делаем два столбика с накидом. Итого у нас должно получиться три столбика. Накид. Второй столбик. Накид. Третий столбик. Далее делаю воздушную петлю. Третий столбик. Пропускаю одну косичку. И начиная со следующей делаю три столбика с одним накидом. Накид. Один. В следующую косичку. Второй столбик. И в следующую третью. Повторяем узор. Делаем пять воздушных петель. Пропускаем три косички. И в четвертую провязываем столбик без накида. Далее пять воздушных. Два. Три. Четыре. Пять. Пропускаем три косички. И в четвертую начинаем вязать три столбика с одним накидом. Раз. Два. Делаем накид. Пропускаем одну косичку. И начиная со следующей провязываем три столбика с одним накидом. И так продолжаем вязать до конца ряда. Самый волнительный момент. Сойдется ли у нас узор. Завершаем вязание первого ряда ажурного узора. И что мы видим. Сходится ли у нас узор. Если мы все расчеты сделали правильно, то вязание будет выглядеть следующим образом. Мы провязали здесь три столбика с одним накидом. Начинали мы со столбиков с накидом. Делаем воздушную петлю и завершаем ряд соединительной петлей. Мы провязали первый ряд узора. Далее провязываем две воздушные петли. Накид. столбик с одним накидом. И третий столбик с накидом. Во втором ряду столбики будем провязывать над столбиками. Далее провязываем 3 воздушные петли. Вот сюда делаем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. Сюда столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. И далее над столбиками провязываем столбики с одним накидом. 1 2 3 Далее 2 воздушные петли и провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 2 3 Повторяем узор. 3 3 3 Воздушные петли. Столбик без накида. 3 Воздушные петли. Столбик без накида. 3 Воздушные петли. 1 Воздушные петли. Воздушные петли. 3 столбика с одним накидом и так продолжаем вязать до конца ряда завершаем второй ряд делаем 2 воздушные петли и соединяем с первым столбиком соединительной петлей далее 2 воздушные петли снова провязываем 3 столбика 2 3 далее 4 воздушные петли 2 3 4 столбик без накида под центральную арку снова 4 воздушные петли и провязываем группу из 3 столбиков накид 1 2 2 столбик и 3 между ними 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 следующая группа из 3 столбиков и повторяем 4 воздушные петли столбик без накида под центральную арку снова 4 воздушные петли и группа из 3 столбиков с одним накидом 1 2 накидом 3 и так продолжаем вязать до конца ряда завершаем ряд провязываем 5 воздушных петель 3 4 5 и соединительная петлю вот так у нас получается следующий ряд провязываем группу из 3 столбиков 1 2 3 далее 2 воздушные петли вот в эту арочку в первую арку столбик без накида 2 воздушные петли и провязываем снова группу из 3 столбиков с одним накидом 1 2 3 далее 2 воздушные столбик с одним накидом 3 воздушные еще один столбик с накидом 2 воздушные петли и далее группа из трех столбиков 2 2 3 повторяем 2 воздушные столбик без накида далее 2 воздушные столбик без накида 2 воздушные петли и группа из трех столбиков и так продолжаем до конца ряда следующий ряд узора провязываем 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли 1 2 и в центральную парочку столбик без накида 3 воздушные петли 1 3 до конца ряда на 2 воздушные петли до конца ряда и 7 столбиков с одним накидом будем делать это следующим образом первый столбик мы провязываем над столбиком предыдущего ряда в центр 5 столбиков 1 2 3 4 5 всего у нас получилось 6 и 7 мы провязываем вот сюда далее две воздушные и вяжем группу из трех столбиков 1 2 3 далее повторяем 3 воздушные и центральную столбик без накида 3 воздушные и группу из трех столбиков и так продолжаем вязать до конца ряда провязываем группу из трех столбиков 1 это 2 воздушные петли 2 3 3 накид и талия провязываем следующую группу из трех столбиков 2 2 3 3 3 3 далее 2 воздушные петли и над столбиками провязываем столбики между ними 2 воздушные петли 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 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 7 9 9 9 10 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 15 провязываем следующим образом 2 накида и провязываем 3 столбика не до конца 1 2 3 и соединяем далее 2 воздушные петли еще 4 воздушные петли 1 2 получается в третью воздушную петлю соединительная петля 2 воздушные петли и делаем следующий лепесток 2 накида 1 столбик провязываем не до конца 2 накида 2 столбик и третий столбик и теперь все вместе провязываем далее 2 воздушные петли еще 4 2 3 4 в третью воздушную петлю соединение делаем 2 воздушные петли и так повторяем до конца ряда у нас должен получиться узор похожий на корону с пятью вершинами по завершении делаем 3 воздушные петли закрываем ряд провязываем соединительную петлю отрезаем нить и прячем хвостик тщательно отпариваем наш интерьерный коврик разглаживаем ажурный узор это очень важный этап поскольку от него зависит внешний вид нашего изделия благодарна каждому из вас за ваши комментарии и увидимся в новых видео